Ирония в том, что Сатоши Накамото сказал, что это будет распределенная финансовая система. А финансы привели это к централизации. К нам в студию присоединяется впервые после того, как было принято решение, некоторые которые называют историческим председателем СЕК Гарри Генслер. Председатель Генслер, мы признательны, что вы у нас в гостях. И позвольте начать с вопроса, считаете ли вы данное решение историческим и похоже ли на то, что решение, которое вы все-таки приняли, вы приняли неохотно или даже через силу? Что ж, Эндрю, смотри. Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Как достал уже этот Гарри Генслер, этот СЕК, этот ETF, вся эта мута хрень. Вы трясли только все монеты перед пампом у многих. Как обычно, на этой волатильности. И все скажут, давай лучше на графике посмотрим, что с биткоином-то. Вон, тем более, что, смотрите, спустились мы на дно канала, собственно, как и предполагалось. И более того, продавец тут сильный все еще присутствует. И есть риск того, что мы вывалимся дальше. Пойдем ниже 40 тысяч тестировать какие-то предыдущие сопротивления как поддержки. Но, тем не менее, ребят, не тут-то было, ведь все равно интересно многим, что происходит. Что ответит Гарри Генслер, на самом деле, на провокационные вопросы ведущего по поводу этого ETF-а? Как ты знаешь, эта тема обсуждалась уже очень давно. Начав работу в СЕК под руководством председателя Клейтона, мы отклоняли множество заявок в течение многих лет. Но с годами что-то поменялось. Я абсолютный приверженец верховенства закона и уважаю решения суда, принимая во внимание новые решения судов. В итоге мы движемся дальше, и я считаю, что это самый правильный подход. Что ж, складывается впечатление на основании того, что вы говорите, а также учитывая само решение, что изменения, о которых вы говорите, не обязательно связаны с самим крипто или биткоином. К слову, однако, изменилось то, что сделал суд. Я правильно понимаю ситуацию? Что ж, я повторюсь, что все, что мы делаем в нашей комиссии по ценным бумагам и биржам, строго соответствует закону и то, как эти законы интерпретируют суд. Ведь это то, на что американские граждане рассчитывают, и это то, что мы здесь делаем. Я вам хочу сказать, что в начале видео я специально поставил этот момент про то, что идея Сатоши была децентрализация биткоина. Изначальная идея, что это не подконтрольные никому финансы, а большие финансисты пытаются под себя подмять этот рынок. И, ну, эфирчик хорошо, конечно, пошел, да, у нас на дневках, смотрите, 2700, 2500. А большие финансисты, да, пытаются под себя подмять. И если мы посмотрим глобально на рынок, то в долгую, конечно, ничего хорошего не несет этот ETF, потому что биткоином заинтересовались большие деньги, большие дядьки. Они будут теперь изо всех сил стараться отжать его у нас с вами, у простых хомяков и ритейлеров. Будут манипулировать также курсом. После одобрения золотого ETF в ноябре 2004-го цена золота, конечно, улетела в космос по тем меркам на 320% за меньше, чем за 10 лет. Но после этого его зажали в боковике, как мы можем с вами видеть. И если рассмотреть этот боковик более детально, то тут был полноценный медвежий рынок. То есть они точно так же, ничто им не помешало манипулировать ценой и цене упасть еще на 45%. Поэтому в долгую, на самом деле, ничего хорошего, я бы так не радовался, как раз и не прыгал от этого ETF, от всего этого безобразия. Как говорил Андреас Антонополус, у нас на канале тоже есть замечательное его видео. Да, впрочем, не буду его цитировать криво, лучше послушайте сами, как он говорил конкретно вот про эту ситуацию. Буквально предсказывал ее несколько лет назад. Я не знаю, о чем вам сегодня еще рассказывать, и осталось ли вообще о чем говорить. Цена на исторических максимумах. Уолл-стрит заносит сотни миллионов долларов в биткоин. Большие компании строят всякие штуки на эфириуме. У нас уже есть децентрализованные приложения, Lightning Network. Я думаю, что мы уже всего добились. Мы все сделали. Мы победили. И теперь просто нечего обсуждать. Потому что мы выиграли, правильно? Все, что мы раньше делали, это просвещали людей, чтобы крупные инвесторы с Уолл-стрит наконец-то осознали и поняли, и пришли в биткоин. Но теперь-то мы видим, и я практически уверен, что как только мы получили подтверждение со стороны банкиров, и когда гигантские корпорации стали использовать эту технологию, то это означает, что мы выиграли. Мы одержали победу, ребята. Или, может, все-таки была другая причина, по которой мы это делали? Возможно, мы не должны сейчас праздновать победу с вами, а нам следовало бы вспомнить, по какой причине мы этим с вами занимаемся. Почему блокчейн? Почему децентрализация? Почему открытые системы? Открытые сети? Для кого это все? Для чего? Для кого и зачем мы строили эти технологии? Почему нам так нравится эта технология? Что нас так возбуждает в ней? То, что мы полетим на Луну, или все же это потому, что полет на Луну сопровождается постройкой ракеты? И на самом деле это гораздо больше о ракете, не о назначении полета. Потому что, если рассудить по-умному, то мы не летим на Луну. Может быть, мы летим на Марс. Может быть, мы летим к звездам. Кто знает. Но реально, все это было больше про ракетную инженерию. Справедливый, честный протокол. Правила без управляющих. Появилась проблема, состоящая в том, что многие люди увидели, как мы преуспели, и думают, что они что-то упустили. Они не видят справедливый протокол. Что они видят, так это рыночную капитализацию. И то, что их будоражит, это что каким-то образом эти идиоты в интернете поняли, как зарабатывать деньги. И мы тоже хотим урвать часть этого пирога. И, собственно, вот они пришли. Миллиардеры с Уолл-Стрит. Которые сейчас внезапно поверили, что это что-то существенное. И что же мы делаем, в свою очередь? Задаем ли мы какие-то вопросы? Стараемся ли мы обучить их пониманию справедливого протокола? И как дать ему широкое применение и распространение для больших систем? К сожалению, нет. Что мы видим, так это, как многие люди аплодируют. Аплодируют миллиардерам, которые наконец-то додумались до того, что мы знаем с вами уже многие годы. Говорим им добро пожаловать и слушаем каждое слово, которое они нам говорят. Как будто бы они мудрецы, которые наконец-то осознали ценность этой системы. Но не стоит себя обманывать. Они не имеют и представления, в чем ценность этой системы. Они не понимают справедливость протокола, которая лежит в основе этого. Все, что они понимают, это что каким-то образом мы поняли, как делать деньги, и они тоже хотят часть этих денег. И здесь как раз кроется ключевая проблема. Они попробуют всеми силами отказаться от справедливого протокола, который они не понимают, чтобы достичь своих реальных целей, которые заключаются просто в том, чтобы зашибать бабла. Так что если вы думаете, что мы победили после подтверждения от банкиров и крупных инвесторов, и больших корпораций, то вы пропускаете очень-очень важную вещь. Все эти организации, которые сейчас подтвердили систему такой, как она существует сегодня, не понимающие справедливость протокола, кроющиеся в ядре, они приложат все усилия, чтобы дискредитировать этот протокол. Они вернутся назад к механизмам, которые они знают и понимают. Они скажут, ой, это замечательно, что вы достигли этого. Но у нас есть идея, как нам перейти на следующий уровень. Реально масштабировать это, реально сделать это возможным для широкого использования, для мейнстрима, чтобы все в любой точке мира могли быстро получить доступ и участвовать в этом. И они скажут, да, мы знаем, как это сделать, послушайте идею. Нам не придется иметь дело со сложностью системы равноправия, где один делит, а другой выбирает награды, протоколы и все вот это такое. Мы просто не понимаем этот честный протокол, он выглядит для нас слишком сложным. Они не видят причины, по которой вы должны убирать третью сторону, доверительное лицо, потому что эта сторона всегда работала на них. И все эти знаменитые миллиардеры и компании, которым вы сейчас аплодируете, они только сейчас наконец-то поняли, что биткоин здесь надолго и собирается остаться. Что криптовалюты, децентрализованные приложения, блокчейны, все здесь, чтобы остаться. И они производят инновации и ценность по всему миру. Они посмотрели на эти вещи и сказали, о, это фантастика. Перестаньте аплодировать. Начните вспоминать, зачем мы это делаем. Что действительно по правде уникально в этой системе, которую мы с вами построили. Это система, которая производит честный результат без привлечения третьей стороны. И те же самые люди, кому вы аплодируете, хотят стать этой третьей стороной. Так что да, вот такой вот кусочек. Обязательно посмотрите это видео целиком. Оно сейчас появится сверху. И вообще все видео этого товарища у нас на канале. Вот, например, из двухчасового видео, где он обучает биткоину Сенат Канады. 2014 год. Очень крутая лекция. Всем рекомендую. Ну, в общем, не хочу вас кошмарить, но в действительности-то это так. В долгую плохо это все, что принимают ETF и что масса adoption, потому что в долгую хорошо, если вы инвестировали в биткоин в 2013 или 2015. Но это опять же во мне говорит спекулянт. И у нас с вами тоже часто говорит спекулянт, который пытается урвать где-то большую выгоду, но на самом деле теряет в долгую на этом. А инвестор, инвестор и ходлер в долгую зарабатывают, поэтому тут надо понимать, что, конечно же, надо все еще держать битки. Даже не с целью заработать больше долларов, а с целью сохранить свои сбережения, как минимум, чтобы не терять в долларах и в других фиатных валютах. Но давайте посмотрим все же, что ответил глава SEC Гэри Генцлер на неудобные вопросы телеканалу CNBC. И будем надеяться, что он нас не забанит по авторскому праву в YouTube. И если вам нравится крипто-контент, обязательно не забываем ставить лайки, ребята, и подписываться на наш канал. Мы с вами пробили уже 100 тысяч подписчиков, уже 100 тысяч 650. Большое вам за это спасибо. И также, если вы подписаны на наш канал, Бастион, Телеграм и являетесь нашим рефералом на бирже Bybit или на одной из этих лучших бирж, представленных в описании, то вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты, который у нас сейчас проходит, если пишите комментарии. Вот, все, что нужно, быть подписанными везде на YouTube, Бастион, Телегу, быть нашим рефералом и писать комментарии. Да, и новые условия, ребят, еще по розыгрышу. Это то, что мы теперь будем выбирать не из всех комментариев, а из развернутых, то есть более-менее длинных комментариев, чтобы убедиться, что это написал живой человек. Просто много очень каких-то одинаковых комментариев по одному-два слова. В общем, да, мы решили усложнить задачу. Пишите теперь хотя бы там несколько предложений, и так, чтобы было понятно, что вы человек, а не бот. Ну, короче, ладно, слушайте, на Мекси, кстати, вот уж раз открыл, у меня сейчас Атом и XLM, я смотрю, неплохо так, похоже, похоже, что отбиваются в моменте. Ну, спорный, по трейду сейчас очень спорный момент, это надо отдельное видео, конечно, делать. Ладно, это нам вообще не подойдет сюда. Так, короче, слушаем, что сказал глава SEC Гарри Генслер, и потом вернемся. Что вы можете сказать инвесторам по поводу биткоина сейчас? Ведь у нас с вами потенциально целый набор публичных инвесторов получат доступ к биткоину, которого не было у них раньше. Я недавно говорил с Ларри Фингом, он сказал, что у него образовался огромный приток новых инвесторов, получающих доступ к биткоину через AT&TF. Вы по-прежнему рекомендуете соблюдать осторожность в этом отношении? Ведь мне интересно то, как вы думаете о пересекающихся потоках с точки зрения сообщений инвесторам. Что ж, смотри. Сам по себе биткоин мы не одобряли, мы его не поддерживаем, а сам по себе он называется продуктом, который торгуется на биржах. И то, как инвесторы могут инвестировать в него, в этот продукт, находящийся в основании AT&TF, не является ценной бумагой, а является товаром. Но да, я думаю, что инвесторы должны быть информированы о том, что находящийся в основании AT&TF актив является крайне спекулятивным и волатильным активом. И среди вариантов его применения находятся такие, как нелегальная деятельность по отмыванию денег, преодоление санкций и выплаты выкупов. И я знаю, что ты спрашивал последние дни и других участников, можно ли использовать биткоин для сохранения стоимости, но ведь это спекулятивно-волатильное сохранение стоимости. Используется ли он как платежное средство? А где-нибудь можем ли мы купить чашечку кофе за него? Да не особо. Единственный вид платежей, для которых можно использовать биткоин, это всякие там разные, прежде всего, незаконные действия. Так что, Эндрю, я думаю, ты насчет этого был прав. В этой связи, господин председатель, в общем, дело в том, что я не собираюсь вставать ни на одну из сторон, и это, в общем, забавно. И еще точно не могу сказать количество, но если посмотреть на 2017 и на то, что использовалось в отмывке денег, 20 тысяч условный объем в долларах и 33 условный объем для биткоина. Это условные объемы для сравнения того, сколько было использовано долларов для отмывки денег, по сравнению с биткоином. Но сейчас я могу сказать, что, по утверждению медведей, биткоин сейчас даже для отмывки денег нехорош, потому что он совсем обесценился. Я это воспринимаю как еще одну карту в рукаве для случая использования медведями. Но тот вопрос, который я хочу вам задать... Следующий. Давайте возьмем период времени, когда биткоин называли крысиным ядом, детскими игрушками. Помните, Джимми Даймон, Чарли Мюнгер. И сопоставим. Вчера у нас в гостях был генеральный директор Coinbase. Вы слышали его обоснования применения биткоина? Это было красиво, это буквально была симфония для биткоин-быков. Председатель Генслер, механизм доказательства выполненной работы, сравнение с золотом. Каждый аспект кредитно-денежной системы, которая у нас была за тысячу лет, идеально представленной системой. Не было ни единой ошибки в блокчейне за триллионы транзакций. Вы это знаете? Вы изучали это в Массачусетском институте. Вот это, кстати, важно реально, что не было ни одной ошибки, и в блокчейне нельзя откатить транзакцию, запретить или заморозить. В блокчейне биткоин, я имею в виду. Так они этого и боятся, на самом деле. Они этого боятся, поэтому пытаются под себя подмять всякими ETF-ами, регулировать, чтобы можно было заморозить ваши ETF и ваши счета кастодиальные, понимаете? Ведь суть биткоина именно в том, чтобы как раз его хранить по-настоящему, хранить его в блокчейне, так, чтобы его у вас нельзя было ни отнять, ни конфисковать, ни заморозить, ни запретить вам никуда отправить. Вот в чем настоящая ценность биткоина. Вы это знаете? Вы изучали это в Массачусетском институте. Так что это? Это детская игрушка, на ваш взгляд, или что-то, имеющее присущую ценность, и что будет частью финансовой системы десятилетия спустя? Что это? Но, смотри, без сомнения, это является инновационной частью в данной сфере. И инновация, которую я изучал в Массачусетском институте, в системе бухгалтерских записей. Это система бухучета на технологии блокчейна. Но ирония в том, что Сатоши Накамото сказал, что это будет распределенная финансовая система. А-а-а, финансы привели это к централизации. Они не имеют и представления, в чем ценность этой системы. Узрите иронию в том, что те, кто говорит, что эта неделя историческая, но ведь все это событие связано с централизацией и традиционным пониманием финансов. Что инвесторы, которые уже могли иметь дело с биткоином, уже до этой недели, покупают его через крупнейшие брокерские активы, покупают его через торгуемые на биржах продукты, которые также являются централизованными. Перестаньте аплодировать. Начните вспоминать. Но ведь лежащий в основании этого актив остается децентрализованным распределенным активом со всеми сопутствующими свойствами. Ведь звучит это, даже не знаю, звучит как... Нет, 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 Андрей, при всем уважении, здесь имеет место огромная централизация. И даже лежащий в основании этого актив в значительной степени этот биткоин, который производится подручными добывающими компаниями и все такое, так что я утверждаю, с точки зрения кредитно-денежной истории, кредитно-денежной истории, у нас есть доллар, у нас есть иена, евро и другие валюты. И для этого есть причина, потому что у нас есть общая экономика, которая опирается на эти валюты. Председатель Генслер, прозвольте спросить, существует ли вероятность, несмотря на факт того, что это было одобрено, что ETF были одобрены, вы допускаете момент, когда биткоин сам по себе каким-то образом будет объявлен вне закона? Я это спрашиваю, потому что, если вы вспомните, судебное разбирательство между Coinbase и SEC, они стали публичной компанией и сделали... Точнее, вы к ним пришли и сказали, что некоторые монеты являются незарегистрированными ценными бумагами, на что они сказали, вы нам позволили стать публичной компанией, так что как вы теперь можете вернуться и сказать, что теперь это некошерно? Так что здесь возникают другие вопросы, и я понимаю, что вы не поддерживаете биткоин, поэтому остается ли возможность того, что биткоин в какой-то момент может попасть под немилость SEC или какого-то другого агентства? А позволь поговорить на эту тему в более широком смысле. И американские граждане это знают. В этой сфере полно конфликтов, полно мошенничества и злоупотреблений, без какого-либо обвинения, какого-либо токена. Многие из этих токенов, я бы даже сказал большинство этих токенов, на самом деле ценные бумаги, попадающие под закон о ценных бумагах. И... А... Так что различные платформы и места, где вы можете покупать и продавать эти криптотокены, являющиеся ценными бумагами, должны прийти и начать соответствовать федеральным законам. Что вы можете сказать о Элизабет Уоррен, которая изначально поддерживала вас в данной должности, выходит и заявляет, что SEC не разбирается ни в законах, ни в политике. Я отношусь с невероятным уважением к тем, кто находится по ту сторону от нас. Но повторюсь, я крайне уважаю закон и то, как закон интерпретируют суды. У нас было заседание окружного суда округа Коламбия, где принимали участие трое судей. Было принято решение, мы с ним согласились, и я считаю это правильный подход. Что вы думаете относительно других криптовалют? Сейчас многие обсуждают о том, что будет ли принят ETF по эфиру. Это кое-что, к чему вы отнесетесь проактивно? Или же это тот вариант, когда Grayscale пойдет с этим в суд? Когда суд принял решение в отношении биткоина для вас? Является ли это прецедентом и для других криптовалют? Я так смотрю на то, что мы сделали на этой неделе. Это дело в отношении одного, не являющегося ценной бумагой, товара под названием биткоин. Аналогично ранее принятым товаром, торгуемым на биржах по золоту и серебру, решение и одобрение по которым было принято ранее. Здесь же речь только об одном товарном токене, не являющемся ценной бумагой. А так я напоминаю вам, ребята, что у нас уже примерно через 100 дней халвинг. Вот, кстати, он то больше, то меньше показывает, то 80 с чем-то дней, то 90, то 100. Ну, короче, примерно в апреле, вот сейчас показывают в конце апреля халвинг цены биткоина, что исторически приводит обычно ну к очень серьезным всплескам цены и капитализации, соответственно. Посмотрим, как будет в этот раз. Напишите внизу в комментариях свой вариант, как думаете вы. Перепишет ли биткоин all-time high в этом году? И более того, перепишет ли он его до халвинга или после? Или же вы считаете, что еще рано биткоин перепишет позже all-time high? Или вы считаете, что он вообще уже не перепишет all-time high? А это все просто развод для хомяков и пирамида. Вот, кстати, мы такое голосование у нас в телеграм-канале запустили. Если вы не подписаны к нам в телегу, обязательно подписывайтесь прямо сейчас. Голосуем, нажимаем, все ссылочки в описании нужные находим. Не стесняемся. Лучшие биржи, рабочие P2P обменники, полезные сервисы, как торговать и так далее. Как торговать этим в моменте непонятно, еще раз говорю, потому что тут может быть все, что угодно. Поэтому стопы ставьте, тейки тоже ставьте, ставьте лайки. А у меня на этом все. В долгую лонг побеждает. Всем профитролей. И до следующих видео. Пока. Финансы привели это к централизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова